Профессия учитель во все времена считалась важной и нужной для общества. Именно благодаря наставнику, ребенок, приходя в школу, формируется как личность, развивает свой интеллектуальный и творческий потенциал. Ежегодно большая педагогическая семья пополняется новыми кадрами. И как сделать так, чтобы молодые специалисты не просто вливались в дружный коллектив, но и гордились своим делом, чувствовали постоянную поддержку и имели опеку со стороны государства и более опытных педагогов. Об этом шел предметный разговор в рамках мероприятия, инициированного отраслевым профсоюзом работников сферы образования и представителями Брестского городского исполнительного комитета. Большую армию педагогов города в этом году пополнило 190 молодых педагогов. Это выпускники не только нашего университета имени Пушкина, педагогических специальностей. Это выпускники, которые прибыли в город Брест, со всех регионов, где идет подготовка по педагогическим профессиям. Это не только выпускники высших учебных заведений, но это учреждения среднего специального образования, которые также обеспечивают подготовку молодых специалистов. Молодые педагоги – это особая графа в кадровой системе города и региона. Сегодня они имеют серьезную поддержку со стороны государства. В частности, определен перечень льгот и дополнительных выплат. В отношении молодых специалистов может применяться контрактная форма найма только с их письменного согласия. В контракте наниматель заключает контракт с молодым специалистом и предусматривает повышение тарифной ставки на 10% не менее 10%, а также дополнительный поощрительный отпуск не менее двух календарных дней. Также может устанавливаться повышение дополнительной меры стимулирования в виде повышения по контракту на 20%. Молодые педагоги, которые прибыли с других городов, населенных пунктов, не распределены именно в то место, где они проживают постоянно, а распределены в учреждения образования города, могут получить материальную помощь в виде компенсации по найму жилья. Два месяца для молодых педагогов не прошли даром. Сегодня они уже стали полноправными представителями своих больших коллективов. Пользуясь поддержкой наставников, они нарабатывают опыт, который обязательно пригодится им в дальнейшей деятельности на образовательной НИВЕ. Меня восприняли очень хорошо, очень ценно. Я, хоть я по образованию психолог, но работаю в дошкольном учреждении. И, знаете, я очень рада, что я там работаю, так как я могу применить свои психологические знания в педагогической работе с детьми. Я считаю, что это огромный плюс распределения, и не стоит бояться распределения, в принципе, молодым специалистам. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». Продолжение следует...